91% россиянок знают о проблеме рака груди, 81% считают ее крайне важной. Однако только 30% посещают мамолога один раз в год, 40% проходят осмотр гораздо реже, ну а 6% не проходят вовсе. 30% россиянок не посещают врача, потому что им некогда. 41% утверждают, что их ничего не беспокоит, ну а 6% вообще не видят необходимости в осмотрах. Правильно ли это? Поговорим об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Итак, в эфире программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Максим Ткачев, врач-онколог, отделение опухолей молочной железы номер один Самарского онкодиспансера, кандидат медицинских наук. Здравствуйте. Сегодня мы не случайно с вами встретились, потому что октябрь традиционно – это месяц борьбы с раком молочной железы, месяц информирования населения о нем. И вот если начать с того, с той статистики, с которой я начала, то, наверное, для вас не секрет, что у человека есть такая интересная черта – он частенько закрывает глаза на проблему. То есть делает вид, если он чего-то боится, ему страшно, он не хочет этим заниматься, он делает вид, что ее нет. И вот в отношении того, что это приводит к как раз-таки поздней диагностике, насколько это действительно взаимосвязано? Ну, несомненно, со стороны женщины необходимо обращать внимание на свое здоровье, в том числе и на молочную железу, как достаточно важный орган в этом плане. Любое какое-то изменение состояния молочной железы, то есть изменение формы молочной железы, изменение размеров молочной железы, деформация либо выделение должно натолкнуть женщину на какие-то подозрения, и необходимо обратиться к специалисту с данной проблемой. – Максим Валерьевич, вот часто бывает, что женщина вот просто, внутренний голос, она чувствует, что вот да, где-то беда, вот что-то случилось, но ей страшно. Вот как бы, не знаю, есть ли советы, как вот этот этап перешагнуть и не дождаться до того момента, когда уже ну просто нельзя будет не идти? – Ну, относительно молочной железы можно сказать, что все обследования не инвазивные, то есть они безболезненные, выполнение УЗИ молочных желез никакого дискомфорта не приносит, поэтому необходимо обратиться к специалисту со своими жалобами, и доктор уже назначит соответствующие обследования необходимые, бояться этого мне абсолютно не нужно. – Вы как мужчина и как врач, конечно, менее эмоциональны, это правильно, но я думаю, бояться, наверное, не самого обследования, а бояться узнать, что это правда. – Лучше диагностировать болезнь всегда на ранней стадии заболевания, и, соответственно, процесс лечения будет менее травматичен, поэтому врачей не нужно бояться. – И так, как мы уже сказали, октябрь – всемирный месяц борьбы с раком молочной железы, и вот, если я не ошибаюсь, у меня есть такая статистика, что каждая пятая женщина состоит на учете в диспансере с данным диагнозом. Так ли это? – Да, действительно, это так. В настоящее время достаточно большая заболеваемость пациентов раком молочной железы в Самарском регионе, и это порядка 2000 новых пациентов ежегодно диагностируется данной патологией. С 2012 года вы в этой теме, как мы с вами выяснили перед эфиром, все-таки вот из личного опыта, что вы видите? Насколько неуклонен рост заболеваемости, насколько он стабилен, можно ли вообще об этом говорить? Или это все стихийно и непредсказуемо? – Рост заболеваемости, конечно, отмечается, небольшая тенденция к увеличению, но все же, благодаря современным технологиям, благодаря развитию методов диагностики, все чаще мы можем обнаружить, диагностировать ранние стадии рака молочной железы и современно начать лечение, что положительно сказывается уже на выживаемости пациентов, то есть на длительности жизни. – Вот часто онкологи говорят, что причины рака неизвестны на самом деле, но тем не менее есть же, наверное, какие-то совершенно точно известные факторы, почему увеличивается заболеваемость, что к ней приводит? Мы сейчас говорим о раке молочной железы. – Ну, безусловно, основные причины всего онкологического заболеваемости – это такие, как стрессы, неправильное питание, потом несоблюдение режимов дня, и относительно рака молочной железы, можно сказать, что в порядка 20% случаев это наследственные формы рака молочной железы встречаются. То есть, если у кого-то из родственников был в анамнезе рак молочной железы или рак яичников, необходимо, соответственно, детям уже сдать анализ на онкоммутацию и быть готовым к тому, соответственно, возможному развитию данной патологии уже у детей. – Наверное, вам задают вопрос пациентки по поводу действий всем известных Анжелины Джоли, которая, предполагая наследственность и возможные проблемы, просто заранее решила с этой проблемой расправиться, сделала мастектомию. А гарантия ли это того, что ничего не произойдет? – Профилактическая мастектомия снижает риск развития рака молочной железы до 95%. – Ой, это большая цифра. Но все-таки 5% остается. – 5%, разумеется, остается, потому что до конца полностью ткань молочной железы убрать невозможно. Даже под соском она, как правило, какое-то незначительное количество ее остается при мастектомии. – Ну, я думаю, наверное, онкологи все-таки не дают таких рекомендаций, такой профилактики данного заболевания. – Ну, в Российской Федерации данная операция редко используется. – А в каком возрасте сегодняшние женщины чаще всего сталкиваются с проблемой злокачественных новообразований молочной железы? – Как правило, это женщины в возрасте от 50 до 70 лет. – Не раньше. – Раньше случаи, конечно, бывают сейчас, как молочные железы молодеют, встречаются и женщины в возрасте и 30 лет, и младше. Но основная когорта пациентов – это 50-70 лет. – Но смотрите, все-таки процессы, которые проходят в организме женщины, например, до 40 и после 40, они разные. Учитывается ли это при лечении заболевания? – Существует 5 разновидностей основных опухолей молочной железы. Вот в зависимости от стадии заболевания, в зависимости от гиосистологического варианта опухоли, которых 5 вариантов отделяет, уже формируется план лечения. Эстетический вариант в основном зависит от пациентки, от ее потребностей в выполнении каких-то операций, то есть сохранение молочной железы, выполнение реконструкции молочной железы. Это уже желание пациентки в основном. Я напомню тем, кто только что подключился к нам. Сегодня у нас в студии Максим Ткачев, врач-онколог отделения опухолей молочной железы номер 1 Самарского областного онкологического диспансера. Мы сегодня говорим о раке молочной железы. Вы сейчас сказали, что существует несколько разновидностей, но на самом деле, когда мы говорим «рак», это же такое обывательское название, это, наверное, не диагноз для специалиста. Это для врача такой некий красный флажок, что ли, для того, чтобы быстрее начать обследование. А вот для нас звучит одинаково. А для врача вот для чего нужно и насколько подробно исследовать особенности именно данной опухоли и какие выводы потом вы после этого делаете? То есть их же не пять видов, да, я так понимаю, опухолей на самом деле. Ну, рак молочной железы, его основные пять градаций, но при этом существует и четыре стадии основного заболевания. Их нужно определять комплексно. И в зависимости от стадии заболевания, и в зависимости от биологии опухоли назначается соответствующее лечение. Иногда даже при начальных стадиях заболевания первым этапом выполняется не операция на молочной железе, а именно химиотерапия для того, чтобы уменьшить опухоль и для того, чтобы уже в дальнейшем правильно выполнить хирургическое лечение. А каким образом вы получаете данные о разновидности опухоли? После того, как пациентка обращается за медицинской помощью, ей выполняется УЗИ молочных желез, и обязательно подтверждение в случае обнаружения злокачественного процесса, его проходит подтверждение. То есть выполняется гистологическое исследование, и, соответственно, врач-патолога-анатом уже определяет разновидность рака молочной железы. Сколько времени потребуется на такое исследование? В среднем это исследование занимает 10 дней. Ну, в принципе, достаточно быстро проходит. Да. Сейчас я предлагаю нашим зрителям вместе с нами посмотреть сюжет, который мы сняли в онкологическом диспансере. Сюжет необычный, а после этого мы обсудим происходящее. Такого Самара еще не видела. По улицам города сегодня проследовала колонна автомобилей, украшенных розовыми лентами. За рулем только девушки, и это не прогламур. Таким образом, автоледи вместе со специалистами онкологического диспансера решили привлечь внимание горожан к проблеме рака молочной железы. Розовая лента – всемирно признанный символ борьбы с грозным заболеванием. Я работаю в данной автошколе и, собственно, являюсь преподавателем, администратором. И директор нас пригласил, общее объявление дал, я в первую очередь согласилась. На самом деле в моей семье, к сожалению, были данные прецеденты. Я, по крайней мере, понимаю, что это такое. Шанс извлечения от рака в информированности. Организаторы в этом году решили действовать креативно и зрелищно. Действительно, на колонну трудно было не обратить внимание и не задаться вопросом. Машина, руль, то есть это движение вперед. Это тоже наше самарское движение вперед в поддержку именно здорового образа жизни. В поддержку того, что каждая женщина должна следить за своим здоровьем и своевременно проходить обследование в поликлиниках по месту жительства. В конце автопробега участниц ждали цветы, подарки и мотопредставления. Месяц борьбы с раком молочной железы продолжается. Мы вновь возвращаемся в студию. Сегодня у нас в гостях Максим Ткачев, врач-онколог отделения опухолей молочной железы номер один Самарского онкологического диспансера. Мы говорим о раке молочной железы. И вот такой сюжет. Зрители, наверное, наши ожидали увидеть кого-то из пациенток, лечения, ну, как обычно. А здесь автопробег. Знаем, что заболеваемость высокая и что вы очень сильно загружены. И тут вдруг организация вот такой акции, такой необычной. Есть ли смысл отвлекаться на такие вещи? И вот какой результат ожидался от данной акции? Ну, несомненно, привлечение внимания к данной проблеме, которая является актуальной проблемой, в принципе, и онкологии, и медицине в целом, это важный момент, так как пациенты начинают обращать на себя внимание, на свое здоровье и, в принципе, понимают, что такие болезни тоже существуют. Но, тем не менее, онкодиспансер давно функционирует. Здесь работают высокоспециализированные врачи. И мы во многих случаях способны перевести данную болезнь в ремиссию. Есть ли что-то, что делается напрасно? Я знаю, что ваши специалисты много различных выездных акций проводят, обучающих, информирующих. Есть ли что-то, то, что зря? Нет, такого не могу сказать. Все делается адекватно, все нужно. И для информированного согласия, для информации жителей региона это все достаточно важно. Если все-таки пациентке поставили онкологический диагноз, какие варианты лечения могут быть ей предложены и от чего будет зависеть выбор тактики? Мы немного уже коснулись с вами этого, но сейчас, может быть, стоит поподробнее объяснить. Существует три основных варианта лечения пациентов с диагнозом рак молочной железы. Это хирургическое лечение, как самый важный из этапов. Тем не менее, существует еще химиотерапия, лучевая терапия. Как правило, при первой и второй стадии заболевания, при раке молочной железы, это считается начальными стадиями заболевания, лечение начинается с хирургического этапа. При классических вариантах опухоли, при более агрессивных вариантах течения, первым этапом выполняется химиотерапия для того, чтобы уменьшить опухоль, предупредить развитие микрометастазов, которые могли развиться, а в дальнейшем уже переходит к хирургическому лечению. Относительно лучевой терапии, как правило, она проводится в тех случаях, если мы сохраняем молочную железу. Все чаще в нашей практике мы придерживаемся современных мировых тенденций и не выполняем мастертомию, то есть полное удаление молочной железы. Если это возможно, мы стремимся молочную железу сохранить. В этих случаях в дополнительной пациентке выполняется лучевая терапия для того, чтобы предупредить о развитии рецидива, то есть возникновении рака в этой же молочной железе. Путем облучения мы можем снизить риск развития прогрессии заболеваний в молочной железе. Может ли не дойти до хирургического лечения? В основном хирургическое лечение является основным компонентом, но при запущенных стадиях заболевания, при четвертых стадиях заболевания хирургическое лечение уже, как правило, не проводится, потому что качество жизни при удалении молочной железы у женщин существенно страдает, а результаты, такие как и выживаемость, уже в хирургический этап сильно не влияет. Вы произнесли слово микрометастазы. Означает ли это, что их действительно можно сразу не обнаружить? И если да, то где, в какие органы они могут распространяться? Разумеется, они могут образовываться после онкологического заболевания. Органами-мишенями при раке молочной железы являются, как правило, кости, легкие, печень. Это основные органы, которые могут поражать рак молочной железы. Тем не менее, все онкопациенты проходят диспансерное наблюдение. То есть после постановки диагноза, после завершения лечения, первые два года пациент обследуется каждые три месяца для предупреждения развития микрометастазов. И в случае их диагностики уже для того, чтобы начать своевременное лечение. А если, и вообще, бывает ли такое, если рак молочной железы обнаружен у женщины во время беременности? Такое, к сожалению, встречается. Пациенты также проходят лечение на базе онкодиспансера. Но вообще возможно при этом родить ребенка, выносить родить ребенка? В данном случае все решается индивидуально, в зависимости от триместра, на каком этапе диагностированы рак молочной железы. И проводятся врачебные комиссии. Специалисты уже коллегиально обсуждают тактику лечения в конкретном случае, в зависимости от биологии опухоли, стадии заболевания, триместра. В принципе, общего состояния женщины. Все в комплексе необходимо обсуждать. Вот несмотря на то, что весь мир ждет лекарства от рака, и его все нет и нет, но тем не менее технологии-то в вашей сфере развиваются достаточно быстро, правильно? Можете сказать все-таки, какими новшествами, какими разработками, может быть, собственными онкодиспансер может сегодня гордиться, и на что, может быть, делаются ставки? Ну, в онкодиспансерии в нашем отделении все чаще, как я и говорил, уже выполняются органосохранные операции, то есть молочная железа сохраняется. Существует множество хирургических приемов, которыми мы можем это добиться, в зависимости от того, в каком квадранте или в какой зоне молочной железы располагается опухоль, какой размер молочной железы. Все это технически возможно, молочную железу сохранить. Кроме этого, последние порядка пяти лет выполняется биопсия сторожевых лимфоузлов. То есть в случае, если у пациентки, по данным ультразвукового исследования, лимфоузлы подмышечные и подключичные не поражены, мы уже не стремимся их удалять для того, чтобы проходили какие-то осложнения в плане отек конечностей, тугоподвижности конечностей. Мы берем лимфоузлы, часть лимфоузлов на биопсию. В случае, если там не диагностируется уже метастаза, мы не расширяем объем и тем самым повышаем качество жизни пациента. То есть раньше, если я правильно вас поняла, их удаляли просто даже для того, чтобы подстраховаться? Да, конечно. Сейчас мы этого, как правило, не проводим. И чтобы было еще раз понятно, что ждало женщину после вот еще и удаления этих лимфоузлов? Какие проблемы параллельно у нее возникали? После удаления лимфоузлов, как правило, возникает отек верхних конечностей, то есть руки на стороне поражения. Также затрудняется движение данной конечности, что значительно в худшей мере сказывается на уже дальнейшем, дальнейшей качестве жизни пациентов. Вы сказали, что чем раньше обнаружено заболевание, тем больше шансов на его излечение, что у нас есть опытные врачи, у нас есть прекрасное оборудование, и вроде бы все для того, чтобы с заболеванием справиться. Но стоит ли все-таки человеку заболевшему понимать, что это длинная история, что такое заболевание нельзя вылечить за неделю с помощью одной операции, и все после этого ты совершенно здоров. Вот на что следует настраиваться? Как правило, лечение данной патологии это комплексно, то есть редко обходится одним вариантом лечения, то есть либо хирургический, либо химиотерапевтический, либо лучевой. В основном происходит комбинация нескольких методов лечения. Как правило, у большинства пациентов диагностируются наиболее благоприятные формы рака, то есть гормонозависимый рак. В этом случае прием препаратов специализированных уже продолжается по времени порядка пяти лет. И в одном из стационаров онкологических Москвы вот прям висит плакат с такой цитатой Черчилля «Никогда не сдавайтесь, если это не противоречит чести и здравому смыслу, никогда не поддавайтесь силе, никогда не поддавайтесь очевидно превосходящей мощи вашего противника». Вот как мне кажется, что рак молочной железы можно считать таким противником. И что требуется вам от самих пациенток, может быть, от их родственников в том числе? Может ли врач в одиночку без помощи пациента справиться с таким заболеванием? – Необходима, конечно, поддержка родственников. Если у кого-то из родственников или знакомых диагностирован рак молочной железы, необходима помощь коллег, родственников в плане психологической поддержки в первую очередь. Вот так вот, наверное, я хотел ответить. – Вам часто бывает сложно именно с психологической точки зрения получить контакт и помощь пациентке в плане борьбы, убедить ее, что она тоже должна бороться? – Как правило, когда пациенты уже поступают к нам в отделение, злокачественное образование уже поставлено, пациент уже знает о нем и настраивается уже позитивно на лечение. Варианты лечения, соответственно, в плане хирургии мы можем предложить различные. Поэтому пациент, как правило, идет с нами активно на контакт, активно обсуждает варианты операции. То есть с данной проблемой, что пациент закрыт и не хочет общаться именно с врачом-хирургом, я не сталкиваюсь, как правило. – Сегодня в регионе открыто несколько центров амбулаторной и онкологической помощи. И когда человек сталкивается с диагнозом, то сразу растерянность. И первая мысль, что надо бежать в онкологический диспансер. Но надо ли бежать туда сразу? Вот чем именно центры амбулаторной и онкологической помощи могут помочь пациенткам? – Существующие центры амбулаторной и поликлинической помощи активно заменяют онкодиспансер в плане первичной диагностики. То есть там существуют и современные оборудования, УЗИ, аппараты, аппараты маммографии, которые способны диагностировать рак молочной железы. И потом уже с выставленным диагнозом пациенты обращаются уже в ведущее учреждение. Это онкодиспансер с поставленным диагнозом. То есть пренебрегать работы центров амбулаторной и поликлинической помощи в принципе не нужно. Там все хорошо проводится. – Ну и это, наверное, еще и шанс сберечь лишние нервные клетки себе, доказывая сразу где-то, что вот нет, мне нужно именно сюда. И так спокойнее на месте уже получить дорожную карту и заниматься дальше своим лечением, правильно? – Да, конечно. – Хорошо. Ну и, наверное, самый важный вопрос сегодняшнего эфира, доктор, все-таки что нужно сделать, чтобы не заболеть, чтобы не пропустить? – Ну, прежде всего, необходимо при любых возникающих жалобах относительно не только молочной железы, а в принципе состояния здоровья, изменения самочувствия, либо каких-то там потери аппетита, других каких-то возможных жалоб, обращаться к специалисту, который в соответствии с данной проблемой уже назначит лечение и для того, чтобы вовремя диагностировать какую-то либо онкологическую, либо хирургическую патологию. Патологий на самом деле очень много. Поэтому необходимо бояться врачей, необходимо обращаться за помощью. – Какое модное слово «чек-ап» сейчас многие любят? Какой чек-ап нужно женщине проходить регулярно для того, чтобы, ну, как-то быть более спокойной на этот счет? – Относительно молочной железы можно сказать, что необходимо рассместь, хотя бы пальпировать свою молочную железу, рассматривать ее, то есть отмечать какие-то изменения, возможно, изменения формы, как я уже говорил, втяжение соска, изменение размеров, отек молочной железы. Вот эти вот факторы, которые могут, при возникновении которых можно заподозрить какую-то патологию, не обязательно онкологическую, но, возможно, какие-то изменения в организме проводятся. В этом случае необходимо обратиться к специалисту. Кроме того, обязательным для проведения после 40-летнего возраста является маммография. И данное обследование тоже не нужно пренебрегать, а в своей жизни необходимо ее выполнять. – Есть еще некая путаница у женщин, все-таки, что нужно проходить, УЗИ или маммографию? Вот проясните, пожалуйста, этот момент. – Обязательным обследованием после 40-летнего возраста является маммография. Как правило, после данного возраста структура железы переходит в более жировое содержимое. До 40 лет можно также выполнять УЗИ молочных желез. УЗИ – как бы универсальный метод, его можно в любом возрасте выполнять. Но, как правило, маммография старше 40 лет более показательная. – Ну и, наверное, в завершении программы какое-то ваше пожелание к вашим… Не хочу сказать пациенткам. Давайте лучше к нашим зрительницам. – Ну, уважаемые зрители, я вам хочу пожелать здоровья, терпения, бережного отношения к своему здоровью и мира, наверное. – В первую очередь. – В первую очередь. – Да, благодарю вас за этот эфир. Со зрителями мы увидимся ровно через неделю. Будьте здоровы, до свидания.